друзья всем привет подписчики гости канала наши клиенты вот мы сейчас на азовском море вернее это сиваж вот здесь вот такой у нас короче обозрение красота и в общем все такое мы подъехали вот к пчеловоду вот там стоят улики мы сейчас к нему подойдем с ним побеседуем знаем почем человек здесь продает мед что у нее за порода пчел вот что приносят как бы немножко забегая наперед мы уже как бы немножко имели с ним беседу человек вот с этого маленького такого небольшого рыбы . своего говорит я бидон себе качаю свободно то есть среднем видом в этом году хотя он горит уже сот тоже сложный год в основном кориандр вот подсолнух и вот там я покажу травка такая вот местная как бы цветет с нее тоже как бы пчела очень хорошо берет мед но дальше будет смысле если мне американцы они что-то сеют да подсолнух они сеют именно подсолнух семена забирают себе вывозят все они еще запыление дают да я понял а какие вообще ваш еще мед бывает то есть кориандр получается да с донника бывает а цена вообще какая ну вот я вижу вы продаете пол литра 100 гривен правильно вот вы и цените свой труд я считаю что это очень правильно да свой труд на оценить а с этого как вы говорите с донника тоже надо такая цена да ну правильно замечательно а можно пасеку посмотреть как вас зовут вадим и андрей а что за порода пчел у вас вас карпатка да ну и как она здесь в этих условиях не жарко работает отлично да но я вот вы вентиляция нормальная молода но я вижу вы выехали в степь здесь вот у вас сиваши что здесь пчела у вас вообще приносит спермека немножко есть да а можно пройдем туда к пасеке я вижу вы тут на платформах кочуете да улики уже такие светлые цвет красите не так жарко было друзья смотри какая красота степь 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 сиваш вот человек здесь как раз все едут на море отдыхающие получается вот заезжают покупают мед настоящий натуральный вот видно пчелка работает это раннее утро хотя уже солнышко высоко стоит я никогда не видел пчела в степи работает это интересно так наблюдать казалось бы вроде бы все сухой нигде ничего не видно и вот пчела летает что-то несет еще нам пансиона так много чего пасе надо она тоже туда идет прикольно прикольно где-то года три-четыре назад я работал вот на сазе вот рядом с вами и там постоянно каждый год оно как ковриком эти цветочки они портулак называются масса пчелы моей моей же пчелы там была масса то есть вы там еще подрабатывали да получается тут пасека стояла там еще успевали подрабатывать молодцы правильно время зря не теряете вот видно как пчелка работает трудяшки а карпатку у кого берете если честно в последний раз я прав роман роман ну короче мне не нравится я начал уже искусственно зараивать одну семью то есть вы от нее просто вывели дочек да вот на маточники сделали отводки да и подсаживали просто охваленые гайдар пап порощенец присылают все 50 на 50 то есть 50 процентов маточники нормальные а 50 процентов никуда не воду нет ага то есть выбрали у человека менее известного вот и у него результаты получились какой лучше да я не знаю есть люди хвалят но я прав то есть вы просто под ваши условия они не работают правильно я понимаю они работают но качество матки и струкнем пошла семья даже в зиму ага а на весну она уже вышла полная трутовка то есть плохие облеты получается то есть она плохо облетела струкнем и она плохо уже под этот сеет она высеяла за лето да и на следующий год уже ничего нету получается понятно нам надо к мед подъехать вот так друзья пчеловод ценят свой труд выезжает продает свой мед пол литра продает за 100 гривен вот а мне многие там рассказывают что цены на мед нету вот люди хотят выезжают стоят и зарабатывают молодцы я считаю что вот так вот и надо зарабатывать я по трассе ехал люди выезжают стоят зарабатывают на этом вот я сейчас в Киеве тоже пытаюсь выставлять немножко больше как по цену я понимаю что нелегко его как бы продать но нам нужно к этому стремиться хотя вот у нас в селе что сделали сделали так что банку меда там короче спустили до предельно низкой цены как бы люди вообще не ценят свой труд мне просто если честно даже стыдно за некоторых пчеловодов которые сбрасывают цену на мед лишь бы его просто продать задается вопрос а зачем заниматься вообще тогда пасекой если бы просто лишь бы этот мед как-нибудь продать то есть лишь бы у меня только купили не важно за какую цену ну в общем короче ребята не знаю я не понимаю очень многих пчеловодов если честно и вообще задается вопрос зачем вы им не занимаетесь если вы не цените свой труд вот и все лучше держать мне пишут часто 10 уликов и продавать разные настойки и тому подобное чем держать стоплин и продать его задаром ну я совершенно с вами согласен друзья вот такая вот красота южная вот пчелки работают поилочка вот здесь вот стоит ну пчелка даже на поилке вижу там пару штук буквально то есть пчеле что то есть чего носить хочу показать чего тут пчела носит мед вот такое вот красивое растение но я вижу в этом году его мало как бы но оно цветет тут болото застрял вот такое красивое растение вот оно с этого растения пчела вот здесь вот несет вот 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 вообще-то его много мы всегда приезжаем на море часто его видим что много можно где-то там и есть еще дальше но пока его как бы не вижу посмотрите на вот эту красоту там дальше вот вода везде степь вот вот такой вот быт пчеловода живет работает все здесь на месте давно занимаетесь пчелами десятый год нравится вам нравится только если бы была бы цена бы оптовая нормальная то есть вы сейчас продаете в основном все в розницу правильно не оптовых цен у нас нету никто труд нас не ценит никогда их не будет то есть пока мы сами себя не будем как бы стимулировать к этому вот этого никогда не произойдет так что спасибо вам за то что нашли время для нас вот вам удачных продаж хорошей зимовки чтобы все было хорошо всего доброго